Дримхаки Всем, да. Вчера был сложный для меня день. Я долго разогревался. Я плохо играл в первых двух групповых стадиях. Во второй я умудрился даже из легкой группы выйти со второго места. Но, как оказалось, получив второе место во второй групповой стадии, я одержал победу с помощью этого. Я бы сказал так, потому что реально группа с Нарчом, то есть я бы мог упасть либо в группу с Нарчом, либо в группу с Тудмингом и Лазером. И слава тебе, Господи, что я вышел со второго места. Группа была проще, как мне кажется. И я смог из нее выйти. Хотя, если честно, играть я начал, ну то есть реально начал, собрался, начал играть нормально. Где-то, когда я вот уже проиграл Тудмингу, я начал играть с ДНС, я понял, что уже... Я уже возле пропасти стою, то есть уже пропав, грубо говоря, так, то есть, ну это выражение на украинском, то есть, либо все, либо ничего. И деваться-то некуда, пришлось собраться и тащить. Вчера до матчей мы с тобой немного пообщались. Ты сказал, что, в общем-то, ты не сильно в хорошей форме, что у тебя мало шансов даже на выход в третью групповую. Ты так относился, но в итоге ты вышел в плей-офф, в итоге ты... Я думаю, что у тебя есть шансы, хоть ты как-то плохо думаешь о матчах с мажором. Почему ты так сыграл? То есть, допустим, тот же Минато и Аверс, они готовились целенаправленно и поехали... В PUBG не играли, да? Да, да, да. Да, в PUBG дело такое. Я немножко решил расслабиться после челленджера прошлого, то есть, было два челленджера подряд, я много играл, и мне очень сильно надоело, потому что, ну, в StarCraft я играю день в день уже не первые пять лет, я бы сказал так, поэтому сложновато. И мне реально не хочется сейчас играть, и я поэтому играл там мало, то есть, я там играл, ну, пять игр в день от силы, или там турниры играл, а все остальное время я просто не хотел. И поэтому у меня упала форма, в принципе, уровень понизился, ММР понизился, начал больше проигрывать слабым игрокам, что перед этим на меня вообще не было похоже, потому что я, в принципе, ну, хороший ММР набрал. Ко второму челленджеру я вообще там 6900 взял, что было вообще для меня круто, круто, приятно, хорошо, но, опять же, перегорел немножечко, то есть, я решил расслабиться, когда захочу, тогда начну тренироваться, а пока что я так поигрываю, чтобы не упасть еще ниже, грубо говоря, так. Поэтому я так скептически отношусь к своим результатам и возможности результатов, то есть, конечно, хочется, там первое место, дримхак, вся фигня, тогда я, но, ну, реально оценивать. Ну, мажора мне убить процент, шанс, может, два. Ну, то есть, я так оцениваю. В чем причина? Ведь еще один, недавно он был довольно таким посредственным игроком, середняком, ну, подавал, как бы, надежды, но вот именно последнее время почему-то он стал играть очень серьезно. И почему так? Он в Корее тренируется более полугода уже, то есть, он в Корее живет и тренируется, и он набирал форму, набирал. К прошлому WCS Остину он вообще очень хорошо выступал, он там Сиралов катал и Нибу на соплях проиграл игру, которую, там, при счете 2-2 он отдал игру просто, то есть, там, просто глупый мув, просто, вот, перенервничал и проиграл за счет 2-2. Помог бы весь турнир, как бы, выиграть, то есть, он очень силен сейчас, очень силен, и я думаю, что он весь турнир выиграет, если, конечно, я его не остановлю, но, чтобы монетка раз 10 упала, так, я хочу, это нужно, чтобы мне очень сильно повезло, и, не знаю, он перенервничал или что-то типа такого, то есть, он очень хорошо играет, у него уровень, сейчас, там, топ-5 ГМЛ-корее образно, то есть, ну, сложно, сложно. Когда стало известно о том, что ты будешь играть против него, ну, вчера, я знаю, что ты за Скарлетт готовился, и ты ей помогал, и она тебе, что вы разбирали, какие были, именно, какие-то, тактические советы от нее? Советы были, как правильно играть против 3-рак-стрипера, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны, что он любит играть, что он не любит, как правильно реагировать, то есть, много нюансов, в принципе, там, некоторые нюансы, которые она говорила, я уже знал про нее, потому что я уже смотрел демочки тогда, ну, много интересного узнал, в принципе, может помочь некоторая информация, ну, посмотрим, но я, если честно, я скептик в этой ситуации, она тоже сказала, типа, что он выиграет, весь турнир, не парься, типа, я, конечно, типа, а что, не говорить правду? Я думаю, что он этого интервью не увидит до матчей. Он его вообще не увидит. Тримошн, более подробно рассказать, что вы ждете от него, и как ты будешь этому противодействовать, то есть, ты мне какие-то конкретные тактики из демок, то, что вы разбирали, как он играет? Вот, он очень любит делать гелионов, передроб геликов, а заезд четырех гелионов на третью базу, плюс туда баньша с инвизом летит, параллельно дропая четырех геликов на мейн, и из этих всех делает хилбатов, но в это время у него нету стенки на натурале, то есть, такие мелочи, мелочи, которые могут сильно порешать, то есть, я там смотрел моменты, когда у него там без стенки остается, когда у него соплаи опущены, когда он в атаку идет, какие тайминги, когда он дропает, вот, кстати, если он у меня начнет дропать, пехота, я просто потеряюсь, наверное, он очень-очень-очень сильно дропает. У него есть аллоин, который он делал против ламба, если он против меня сделает, я думаю, то есть, он против меня его делал неделю назад на ладере, и я, и он меня убил сразу. Я такой, так, стояночка, я пересмотрел демочку, и смотрю, так-то он легко отбивается, там, сделал это, 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 и отбился. То есть, просто спулить рабов и убить этот бункер, и все. Ну, в принципе, так, как я сделаю, постараюсь, не накосячить, сделаю, и будет две базы в одну, и надеюсь, я выиграю, все хорошо будет, надеюсь, он будет так играть. Скаутить будет сильно против меня с Сивишкой, думаю, плюс, возможно, будет даже проезжать на халяву геликами, на пофиг. Но, опять же, это, опять же, только максимум одна игра. Будет играть одну или две игры мехом. Я очень этого жду, очень этого хочу, и надеюсь, что так и будет, потому что я пересмотрел игру со Снутом, и пусть я не очень хорошо макро сейчас, но, может быть, если мне повезет, я правильно это сделаю, правильно их оставлю, там где-то что-то вот так вот случится, что я вот выиграю. Будет классно. В плане то, что он теран, это плюс, или его общий уровень высокий и как бы не имеет обозначения в его расе? Общий уровень просто. То есть, не, если бы это было ЗВЗ, я бы был вообще рад. ЗВЗ с теми, кто выше тебя уровнем, играть приятно, потому что это ЗВЗ, там один фангл может убить вообще. Пол армии. Поэтому есть нюансы. В ЗВЗ можно убить игрока, у которого на тысячу больше ММРа, чисто потому что тебе повезло, бейлинги правильно взорвали рабов, лингов, бейнов, то есть, ну там, много нюансов. ЗВЗ, чтобы убить того, у кого у тебя, ну то есть, террона, у которого на 500 больше ММРа, а у него где-то на 500 больше ММРа, чем у меня. Потому что у него на Корее 6800 было, а это где-то 7300 Европы. А я сейчас упал еще, то есть, там, разница в 700. Что скажешь? Процент. Один. По поводу карт, какие карты тебе удобнее против него, какие неудобные? Блуд Бойл минус сразу. А со Скарлетт общался, она говорит, на этой карте против вот хорошего террона можно не играть, потому что, типа, они очень хорошо контролят риперов. И когда они делают три Ракс Рипера, то разница между Европой и Кореей, это как между небом и землей. То есть, там, ну я просто видел игры, где просто ничего сделать не можешь, потому что их реально много. И они это всюду, они как тараканы. Давай немного тогда отойдем от Сталкрафта. Очень много разговоров про тебя, Эдни и Скарлетт. Тебя это напрягает? Какие-то шутки, какие-то такие намеки? СНГ комьюнити. Оно было СНГ комьюнити, оно такими останется. Поэтому вообще параллельно. Я видел, да, как он ставит Пекина, все эти шутки, и сам же над этими приколами угорает. Поэтому все нормально. Кстати, по поводу Скарлетт, она сейчас только что отыграла, не будем спорить. Но те советы, которые ты ей давал, они оправдались или нет? То есть, насколько сильно ты ей помог? Оправдались. В первой и последней игре очень сильно помогли. Но в последней игре она слишком перенервничала, мне кажется. И немножко неправильно отреагировала. То есть, слишком сейфово сыграла. Если бы она сыграла не настолько сейфово, она бы выиграла. То есть, она могла отбивать третью базу. Какие у тебя впечатления от этого Дримхака? Как само место проведения. Я слышал, как некоторые пожалуются на неудобные столы, что локти сползают. Я не знаю. То есть, какие-то были такие вот неудобства для тебя? Ну, скажу так. Этот стол называется Линнен Моннен. И я себе домой такой купил. Чисто, чтобы нормально, под Дримхак. Поэтому мне столы нормально. Стулья не очень, да, конечно. Но, в принципе, ну, я тут уже который год. Я в Швеции раз в восемь был уже. Поэтому, ну, на Дримхаках. И поэтому мне как-то приехал, но отыграл. Кстати, вот, то, что в этом году нет сцены для Саркрафта, а какой-то вот такой маленький уголок. То есть, раньше было место, где вы, допустим, играли в группы, да, и потом уже играли на сцены. Это как-то не напрягает? То есть, то, что как-то вы не в центре движухи? Нет, я понимаю, все мы понимаем, что популярность Старика немножко подупала. Поэтому, маемо еще маемо. То есть, ну, ну, а куда деваться? Ну, что есть, то есть. И ничего с этим не поделаешь. Ну, вот так, ну, хоть так. Интервью берут, шаттлы есть, кормят. Все хорошо. Главное, что призовые хорошие. Кстати говоря, по призовым, наши сюда некоторые поехали, посчитав, что это изи тысяча евро, что, как бы, пройти есть, ну, как бы, довольно реальные шансы и, как минимум, за тысячу побороться и отбить на поездку. Что ты думаешь по этому поводу? Много нюансов не знаю. К примеру, там тысяча платятся, и налоги вычитываются. И получишь ты не тысячу, а шестьсот тридцать. Большие налоги, да. Это Швеция, детка. Из меня, вот, DreamHack Leipzig, из тех восьми тысяч, что я выиграл, мне пришло пять. То есть, такие маленькие нюансы, которые потом уточняются, когда приходят денежки. И поэтому, опять же, отбить это понятие растяжимое. Тем более, здесь, в Швеции, она дорогая. Перелет мне обошелся лично. Триста восемьдесят долларов. То есть, не дешевый. А отель, ну, слава тебе, господи, отель мне на халяву. То есть, ну, мелочи такие. Ну, опять же, да, не мне обошелся, а команде, но я образно там, что вот так вот. И то, что ехали, типа, отбить деньги. Ну, чтобы отбить деньги, нужно хорошо играть. То есть, к примеру, иметь там шесть с половиной, шесть шестьсот тысяч мамара. Тогда, может быть. То есть, шанс есть. Но, опять же, нужно играть на этом уровне. И нужно, чтобы тебе еще повезло с группой. Потому что приехали Мината Аверс. У Аверс там шесть триста. У Мината шесть пятьсот. Мината Му. У Аверса шесть триста. Ему еще и группа попалась. Здравствуйте. И увидимся дома. То есть, ну, то есть, нужно, если хочешь ехать, зарабатывать, нужно уровень набить. А как набить уровень? Сидеть дома и играть перед этим. А если не набить уровень и ехать, ну, мне повезет, там, группа будет что-то халява, можешь заработать денег. Пока не будем себя еще одно потерзать. Какие-то последние слова перед подготовкой к мажору? Я думаю, что после матча, либо завтра, либо сегодня, еще по итогам пообщаемся. Но пока какие-то предварительные твои слова? Спасибо моей команде, что меня спонсируют, отправляют на ивенты. Стараюсь. Хоть и вот как рассказывал, немножко потерял мою мотивацию, но это неделька вторая-третья. К Валенции, я надеюсь, я подготовлюсь. Спасибо всем фанатам. Всем, кто меня любит и ненавидит. Вы тоже мои фанаты. Знаете, как черный пиар, это тоже пиар. Спасибо, кстати, за турики, что делают на ГГ. Хорошие такие. Часто выигрываю я их почти всегда. Вот такое. Спасибо тебе за интервью. Всем спасибо. Пока. Спасибо.